Итак, начнем. Начну я с того же, чего начал в прошлый раз, а именно с самого начала. Рассказывать я буду не про Елан, сейчас, точнее про Елан тоже буду, но меньшую часть времени. Буду рассказывать большую часть времени про программы семейства LinguaDoc. Почему программы? Потому что на самом деле программ несколько. Одна из них старая, под версиями 0.9 что-нибудь там, и вряд ли это когда-нибудь перейдет за единицу, чтобы не создавать путаницу. Это настольное приложение, которое написано на языке C++, работает на настольном компьютере, как самая обыкновенная программа. И, в общем, она самая старая, самая простая, самая быстрая и самая нетребовательная к ресурсу. Второе семейство программ, это то, чем я буду завершать сегодняшнюю лекцию, состоит на самом деле из трех частей. Я покажу функциональность непосредственно веб-портала, расскажу, чем настольное приложение отличается и чем отличается версия для институтов, которую мы только-только сделали. Они, в общем, все умеют просто чуть-чуть меньше, чем веб-портал. У них нет дополнительных каких-то сильных возможностей, но и настольное приложение, и версия для институтов позволяют делать некоторые штуки, которым я потом вернусь. Программа, которая самая старая, подразумевает, что у вас есть некоторая фиксированная структура словаря, то есть заданный набор столбцов, плюс некоторые медиаданные, которые вы можете хранить вместе со своими лексическими входами. Предполагается, что у каждого лексического входа, у каждого парадигма существует ровно одна версия написания. Если их несколько, вы их там пишете через запятую. Фактически это такая вариация программы Excel в каком-то смысле с точки зрения пользователя. И сами файлы словарей являются, на самом деле, базами данных из Colite. Один словарь записывается в один файл. Там можно добавлять, удалять и редактировать сущности. Можно связывать лексические входы из одного и того же или нескольких словарей между собой в единые группы связанности. Также там есть волшебная кнопка, которая позволяет открывать звуки и разметки в программе ProAd. Кроме того, там есть простой поиск по текущему словарю с возможностью автоматической замены. Кроме того, там есть расширенный поиск по всем словарям, которые открыты в программе. И также содержимое таблиц можно просто скопировать в Excel. Обычным Ctrl-C, Ctrl-D. Меня плохо слышно? Окей. Я просто отодвигаюсь, потому что меня немного сбивает. Однако, эта программа обладает рядом ограничений. Одно из ограничений заключается в том, что любые действия по изменению данных внутри программы может производить только один человек одновременно. То есть, если кто-то хочет, например, отредактировать темологические связи в одном словаре, он при этом задействует не только свой словарь, но и те словари, которые темологически были связаны с ним когда бы то ни было. В этом случае вам необходимо иметь все копии необходимых словарей и договориться со всеми остальными авторами о том, что они не будут никак редактировать эти словари, пока вы с ними работаете. Это довольно существенное ограничение. Кроме того, при большом количестве словарей, которые связаны этимологически, процедура записи связей замедляется и замедляется и замедляется. По факту, на ваших компьютерах больше 20 словарей связать почти невозможно, потому что на самом деле это устроено как некоторая транзакционная система, которая работает над несколькими базами данных. Чем больше баз данных, тем больше одновременных обращений к диску со всеми вытекающими. Также во время семинаров мы нашли ошибку в текущей версии, которую я исправлю, когда вернусь в Москву. Более того, есть еще и ограничения, связанные непосредственно с программой ПРАД. Единственный способ пересылать данные в программу ПРАД, который предоставляют разработчики, не нарушая лицензионное соглашение и не захватывая их лицензию, не позволяет понимать юникодные символы в пути к временной папке, что приводит к тому, что если у вас в имени пользователя есть не латинские символы, дефисы, нижние подчеркивания, восклицательные знаки, то есть если у вас есть русские буквы и вообще любые другие, которые вы не видите на клавиатуре в латинице, у вас не откроется разметка или она не будет сохранена. Кроме того, проигрывание звуков гарантированно работает только в Windows 7, потому что в разных системах разный набор системных кодеков. И вот буквально вчера мы как раз разбирались с Ульяной и так и не победили. Но в общем на некоторых компьютерах может само работать, на некоторых может само не работать. В Windows 7 работает вообще всегда. Кроме того, вам никогда в этой программе не нужно нажимать кнопку Ctrl-S для сохранения данных, потому что они записываются сразу после ввода. С другой стороны, у вас нет никакой возможности откатить то, что вы только что сделали. То есть операции отмена там тоже нет. Так, теперь перейдем непосредственно к этой программе. Программа распространяется в форму переносимого zip-архива, который прежде всего нужно распаковать. В зависимости от программы, которая управляет вашими архивами. Потрясающе. В общем, здесь просто как раз в имени пользователя есть имя пользователя. Русскими буквами. Поэтому мы сейчас воочию сможем увидеть, как это устроено, когда все не работает. В любом случае, в зависимости от того, какой у вас стоит архивный менеджер, это окошко может выглядеть немного по-разному. Здесь конкретно стоит WinRar. Он далеко не везде так выглядит. В смысле, далеко не везде стоит WinRar. В любом случае, первым действием вам необходимо распаковать программу куда-нибудь, где вам удобно будет ее искать. Опять же, без пробелов и не латинских символов в путях. После того, как папка распаковалась, вы можете перейти туда, и вы увидите, что в папке есть два exe-файла. Первый exe-файл – это непосредственно программа LingvaDoc. Второй exe-файл – это Praat. В принципе, можете им… И третий – это как раз служебная программа от разработчиков Praat для пересылки файлов из других программ. Так вот, для того, чтобы начать работать с программой, нужно просто запустить exe-файл LingvaDoc.exe. После чего вы видите окно программы. Я надеюсь, мы все-таки его сейчас увидим. Так, я чувствую, это будет веселая демонстрация. Я не знаю, почему он меня предупредил о переустановке программного обеспечения планшета, и я надеюсь, что это не угроза. Начинаете вы работу с пустого экрана. Для создания словаря вам необходимо нажать кнопку «Создать словарь» и ввести данные о словаре. Это имя файла, название словаря, как если бы вы его, не знаю, хотели издать. Имя составителя словаря, который забивает данные, имена соавторов, на самом деле это не используется почти напрямую, то есть мы просто импортируем потом это в большой системе. В общем, и короткое описание. Все поля нужно заполнить. После того, как вы нажимаете кнопку «Создать словарь», он через некоторое время создастся. Если, конечно, это действительно не было уведомления о том, что у меня здесь ничего не получится. Ну-ка. Да нет, вроде должно работать. Да, просто достаточно неспешно. В этом окне вы видите в левой верхней четверти примерно непосредственно таблицу для вашего словаря, где вы можете вводить данные. Справа, сверху вы видите присоединенные разметки со звуками, снизу просто присоединенные звуки. Левая нижняя четверть занимает действия над словарем, которые вы можете совершать. Для удобства, поскольку множество людей, компьютеры маленькие, мониторы маленькие, здесь есть галочки, которые позволяют отключать ненужные части окна. Вот примерно так. Вместо этой части окна появляется кнопка. Если кликнуть на эту кнопку снова, эта часть появится. Ну и так, в общем, с теми частями, где эти галочки есть. Итак, для добавления слова в словарь нужно заполнить хотя бы что-нибудь среди вот этих полей, а именно слово транскрипции или перевод. Также здесь вы можете сразу присоединить звуковой файл или файл с разметкой. Присоединение файлов с разметкой устроено так, что для того, чтобы присоединить файл с разметкой, вы выбираете файл разметки в формате .textgrid, а система ищет рядом точно такой же файл с точно таким же именем, но расширением .wav. Это изначально было соглашением с Юлией Викторовной. В общем, исторически так оно и работает. Итак, добавим первое слово. Не знаю, на самом деле, потому что у меня здесь тоже работало секунд 30, а обычно это происходит примерно за полсекунды везде. Так вот, у вас появляется строчка в этой таблице. Можно их, на самом деле, насоздавать побольше. Здесь работает сортировка по колонкам в любом порядке. Номера, которые написаны слева, не являются порядковыми номерами слов. Это просто номер строки в отображаемой таблице. Так, сейчас я посмотрю, запасовываю ли я себе какие-нибудь разметки. Так, ну поскольку ПРАД здесь все равно не откроется на этом компьютере, то часть с разметками я просто попытаюсь симулировать сейчас, как если бы они у меня были. Или все-таки я сейчас где-нибудь скачаю. Сейчас, секунду, я скачаю, все-таки парочку действительно. Снаем тем. Продолжим. Сейчас начинается самая интересная часть рассказа. Как я уже сказал, когда мы поняли, точнее, мы-то это понимали как раз с самого начала, но когда ваши коллеги поняли, что работать с этимологиями стало невозможно, мы фактически занялись своеобразным Google Docs или GitHub для лингвистов, чтобы обеспечить совместный доступ к вашим данным. И не только совместный доступ, это, понятно, очень легко делается. И в качестве прототипа мы такую штуку сделали недели за две. Но и совместную работу в системе. Система называется LingvaDoc. Вот сейчас она выглядит вот так вот. Это еще не обновленная версия. Поэтому я сейчас буду все показывать не в ней. В ней я покажу только маленький кусочек в какой-то момент. А показывать я буду в специальной версии LingvaDoc, которая пока тестовая. Мы ее, наверное, на следующей неделе накатим, когда устраним найденные недочеты. Но она еще не принципиально новая, но там появилась некоторая новая функциональность, которую я как раз очень хочу сегодня рассказать, потому что если не я, то никто не расскажет. Однако мы подняли специальную версию, которую мы уничтожим буквально завтра вечером. Подняли мы ее в целях фактической демонстрации. Выглядеть все будет примерно так. Не пугайтесь, внешний вид будет меняться более-менее постоянно, потому что мы программисты, а не дизайнеры, поэтому периодически становится понятно, что то, что мы сделали, использовать почти невозможно. Буквально сегодня ночью столкнулся с этой проблемой и долго ругался со своими коллегами, как они вообще до этого дошли. Когда вы заходите на главную страницу... Не надо записывать адрес, потому что я говорю, этот сайт просто исчезнет бесследно завтра вечером. Ваш адрес будет либо Lingvodok Express.ru, вот этот вот, либо я встречался с вашими томскими коллегами, которые будут поднимать локальную версию, которая будет синхронизироваться с нашей, то, что я назвал в самом начале версии для институтов. Там я не знаю, какой адрес будет, но вам о нем скажут отдельно. Это такой быстрый сайт, который будет работать быстро только внутри Томска. Так, я сейчас переключусь на презентацию, чтобы понять, что я пропустил. Это все я рассказал. Да, сначала расскажу все-таки, что Lingvodok в целом умеет, вот этот новый. А потом начну как раз последовательно показывать все по кирпичикам. Но, во-первых, Lingvodok отлично умеет прожевывать ваши словари, которые были созданы в той программе, которую я показывал на прошлой паре, в обеих программах, более того. Более того, поддерживается режим обновления. То есть, если вы дописали что-нибудь в свой старый словарь, именно в режиме добавления, то мы найдем то, что добавилось, добавим к себе. Есть некоторая проблема, которую нужно учитывать. В старой версии все, что удалялось, удалялось сразу же и навсегда. По разным причинам. Прежде всего, из-за производительности. Поэтому, если вдруг в какой-то обновленной версии вы что-то изменили из тех данных, которые там были забиты, или удалили, этого мы понять не сможем. То есть, ну, в общем, понятно, к чему это ведет. У вас там будут кое-какие расхождения. Но если вы только добавляете данные в словарь, все будет вообще отлично. Во-вторых, поддерживается формат EAA для отображения. И в относительно скором будущем мы даже прикрутим к этому поддержку внешних парсеров для разнообразных целей, чтобы доаннотировать новые слои. Собственно, это многопользовательская система с гибкой системой прав, где существует некоторая система базовых ролей и некоторое множество гранулярных разрешений. Разрешение я буду показывать не на слайдах, а на живую. Но базово мы представляли себе систему работы так, что есть редакторы словарей, которые вносят данные в словари или корпуса. И более того, этих авторов, может быть, у каждого словаря много или один, если вы ни с кем не делитесь правами на редактирование. Но, по сути, каждый человек в качестве лексического входа заполняет ячейки в таблице словаря. Об этом чуть подробнее я попозже расскажу. На этот раз там все хитрее. Но в одной ячейке может быть не одно значение, а сколько угодно. Каждый считает, что вот он прав, пусть там будет 10 версий. Для того, чтобы разрешать подобного рода конфликты, есть отдельная роль, собственно, издателя, паблишер, который проходится по вашим словарям и смотрит, кто прав, кто нет, помечает правильное место просто галочками, они начинают отображаться для читателей. Читатели могут быть либо внешние, если ваш словарь вообще публичный, либо внутренние, то есть можно словари показывать только каким-то группам людей. Можно делиться данными как с отдельными людьми, так и с некоторыми группами людей, которые внутри системы мы называем организациями. Это я сегодня не покажу, потому что в движке это сейчас уже есть, а графику для этого мы еще пока не сделали. Но там, в общем, все понятно. Я скажу, на что это похоже из того, что там уже есть. Также существует, во-первых, глобальный администратор. Роль глобального администратора выполняет наша команда разработчиков Юлия Викторовна и Анна Владимировна. Они могут делать в системе примерно все, что угодно. Этому удивляться не следует. Кроме того, мы ввели буквально на прошлой неделе сущность, которая называется грант, так, чтобы люди могли вести какие-нибудь свои личные словари, и тогда они сами несут за них ответственность, они сами себе выбирают проверяющего или не выбирают и проверяют все сами, считая, что, в общем, все правильно, например, публикуют свои словари, так что они будут глобально отображаться. Либо они могут отдать, ну, либо вы можете отдать свои словари под управление в некоторый грант. И я так чувствую, что, скорее всего, это судьба большей части словарей, которую мы увидим в ближайшее время. В случае, если вы отдаете словарь в грант, вы лишаетесь части прав. Например, считать, что что-то правильно или неправильно. Это будет уже определять один из владельцев гранта. В вашем гранте, я так понимаю, что таких людей, проверяющих то, что вы делаете, скорее всего, будет двое. Естественно, поддерживать бесконечную цепочку кто прав, кто неправ, невозможно, поэтому люди, которые обладают теми или иными правами, обладают ими абсолютно одинаково. То есть, если какой-то человек имеет право добавлять и удалять сущности в словаре, несколько людей, они могут удалять сущности друг друга. Тут могут, конечно, возникать кое-какие конфликты, но я надеюсь, вы там не будете ссориться. Также вы можете увидеть, что я не сказал ничего про так называемых внешних редакторов. Вкратце, это означает то, что если вы не входите в состав участников данного словаря, вы можете на самом деле посоветовать автору добавить туда что-нибудь. Он увидит ваше предложение либо согласится с ним, либо не согласится, потому что это все-таки его словарь. Работа в системе может кто угодно, для этого достаточно только зарегистрироваться. Если вы не зарегистрированы, вы можете видеть только опубликованные данные, только те данные, которые, в общем, разрешаются видеть внешним людям. мы стараемся делать так, чтобы максимальное количество вещей было публично, вплоть до всей кодовой базы, которую мы пишем. Поэтому мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы там знания распространялись. Но бывают ситуации, когда так делать нельзя, и я думаю, что Юлия Викторовна, Анна Владимировна когда-нибудь расскажут, когда так бывает. на этом я заканчиваю часть презентации и начинаю показывать. Во-первых, первое, что вы вообще делаете, это регистрируйтесь в системе, как я уже сказал, потому что без регистрации в системе вы можете видеть только информацию о грантах и описания, и вот в локальной версии TGU вот эта шапка будет другой. Вы можете увидеть словари, которые были в системе опубликованы, ну, и зайти в любой из них и посмотреть, что там происходило, происходит и что забито. И вы видите некоторые возможности работы с картами. Их я как раз в том числе буду демонстрировать в основной системе, потому что сюда оно не переносится, ну, в тестовую не переносится. Так вот, как регистрироваться? Вы видите справа, сверху три кнопочки. Да, прежде всего вы можете переключиться на русский язык, когда-нибудь мы допереведем целиком интерфейс, и это переключение будет срабатывать для всего сразу. Но, как видите, я сейчас переключился на русский язык, обновил страницу, и языки стали называться своими русскоязычными названиями. Если автор словаря внес русскоязычное название, об этом я тоже позже расскажу. Так вот, третья кнопка справа сверху говорит, кто вы сейчас в системе. Прямо сейчас мы в гости. Попробуем зарегистрироваться. Для этого вам необходимо заполнить некоторую форму, выбрать себе логин. Логин можно выбирать примерно по тем же правилам, по которым можно выбирать себе почтовые ящики. То есть это должны быть латинские символы, нижние подчеркивания, дефисы, точки, но никаких пробелов, никаких русских букв, ничего такого. Так, я здесь уже зарегистрировал, наверное, четыре своих аккаунта. Сейчас я придумаю какое-нибудь еще имя пользователя. Соответственно, и я на самом деле им пользоваться не буду, я потом переключусь в аккаунт, который я уже создавал вчера. Ну, вы можете, если хотите, но я скорее предпочел бы, чтобы вы наблюдали сейчас за тем, что происходит на экране, потому что показывать буду быстро. И повторить вы вряд ли успеете, потому что я-то знаю, как это все делается. дату рождения можете, в принципе, не заполнять на ваш выбор. Я вот, например, давайте в 54-м году, 1 января появился. Это мы никому не показываем, так что не бойтесь. Это просто стандартная форма, которую, в общем, все используют. Так, соответственно, после чего вас перебрасывают на страницу, где вы можете залогиниться. И вы увидите, что теперь вот здесь отображается ваше имя пользователя, а менюшка под именем пользователя существенно увеличилась. К ней мы в какой-то момент вернемся. Кроме того, главное место, которое вы вообще должны замечать, это вот это, дэшборд. Это ваш фактически рабочий стол, где вы управляете всем, что у вас тут в системе есть. В этом рабочем столе вы можете посмотреть или отредактировать дерево языков. С деревом языков там ситуация сложная. Мы договорились до того, что первый уровень мы зафиксируем так, чтобы никто его менять не мог, потому что этот уровень прописан в книжках. Диалектов много, они разные, и, в общем, естественно, их забить в систему все нашими силами невозможно. Это делаете, на самом деле, вы, когда создаете словари. Но вот, собственно, здесь есть все дерево. Да, когда вы залогинились, на самом деле, у каждого пользователя есть некоторая настройка, какая у него активная локаль. Я сейчас опять перебросил в английский. Если переключиться на русский, вы увидите, что вот, опять же, там, где люди забили русскоязычные названия, там они видны. Там, где люди не забивали, там остаются английские. Про систему интернационализации я чуть-чуть попозже расскажу. Второе, что вы видите, это панель управления вашими словарями. И, наверное, я сейчас перелогинюсь в вчерашнего пользователя, чтобы там хоть что-нибудь было. Здесь вы видите две кнопки. Первая кнопка, если вы на нее нажмете, покажет вам именно те словари, которые создали лично вы и у которых, которым у вас все еще есть права. То есть у вас их не отнимал никто. По кнопке Available Dictionaries вы увидите те словари, которые вам доступны. То есть с вами кто-то имя поделился. Плюс ваши словари. Вот я сейчас вижу два словаря. Почему вот здесь показывается этот значок, я чуть-чуть позже расскажу. Это как раз означает то, что я отдал словари в грант. И вы видите кнопку создания словаря. Более того, эта кнопка в двух местах. Ту же самую кнопку вы можете обнаружить в дэшборд 3Dictionary. Существует три разных способа создания словарей. Я начну с самого простого. Это импорт словаря из программы LingvaDoc 09. Для того, чтобы импортировать словарь, необходимо прежде всего залить файл этого словаря в систему. Делается это так. Вы можете либо зайти в дэшборд My Files либо кликнуть по кнопке Upload Dictionary и выбрать файл, который стоит залить. Когда вы заливаете в качестве файлов словари, вам необходимо выбирать вот первый пункт меню в выпадающем окошке. Когда вы его выберете, вы сможете нажимать на кнопку выбора файлов. Так, сейчас посмотрю, заливал что-нибудь или нет, но для демонстрации я что-нибудь все-таки залию, наверное, туда. Не, не, у меня тоже есть, я думаю. Вот она моя флешка. Да, Escalade. Ну, то есть, как бы оно вы, в принципе, можете с любым залить, то есть, мы здесь это не ограничиваем напрямую, но, да, предполагается, что вы заливаете именно словари, созданные в той программе, а она задает им расширение Escalade. То есть, обычно ни у кого не возникает желания менять расширение. Собственно, вот я залил на самом деле тот же самый словарь, который заливал вчера, и вы увидите, во-первых, название файла, которое вы залили, вы увидите тип, что это, пусть вас не сбивает с толку название диалект, мы очень долгое время называли программу именно так. Это как бы то название, которое придумал я, Lingvado, это уже то, как оно называется из-за всяких там проблем отчетности. Вы видите в третьей колонке ссылку, если вдруг, это, кстати, очень полезно, и некоторым людям уже помогало. Если у вас, например, полетит жесткий диск на компьютере, но вы залили все свои словари сюда, мы ваши словари бережно храним. Можете их скачать обратно. И в четвертой колонке я сейчас новопришедшим скажу еще раз, ни в коем случае не нажимайте на кнопку микрофона. То есть разговаривайте со мной просто так, иначе камера переключится с экрана куда-нибудь не туда. вы в четвертом столбце видите дату создания этого файла, ну, то есть дату, когда вы залили его в систему. Это позволяет ориентироваться в том случае, если вы заливаете много версий одного и того же словаря. И если вы понимаете, что данная версия вам больше никогда не понадобится, вы можете удалить. Таким образом вы очистите на сервере немного места. После того, как мы залили файлы, мы можем все-таки создать словарь. Переходим в меню Create Dictionary, выбираем Import Dictionary, выбираем прежде всего язык, к которому относится данный словарь. Собственно, здесь нужно очень внимательно посмотреть, нет ли этого языка или диалекта в списке уже, потому что мы буквально недавно очистили примерно 200 языков, которые люди вносили руками сами, не проверяя, что этот язык уже есть. Это очень неудобно, потому что получается, что главная страница очень сильно сбивается из-за этого. А поскольку следить за тем, настоящие это языки или нет, мы не можем. Так вот, очень-очень внимательно смотрите, есть ли этот язык уже здесь. Если вы вдруг поняли, что, например, язык есть и никто не задал ему русскоязычного названия, это легко поправимо. Я даже прямо сейчас покажу, как. Вы можете перейти во вкладку Languages, выбрать язык, для которого нет перевода, и нажать кнопку с карандашом. После чего, а, это я опять не переключился на русский язык, я понял, там на самом деле есть русскоязычное название, но вот здесь можно как раз добавлять название на других языках. Сейчас в системе в качестве локали поддерживаются русский, английский, немецкий, финский, французский, но если вы вдруг захотите в какой-нибудь специфический язык, очень-очень мало распространено. Мы, естественно, это тоже можем сделать, потому что для этого мы делали вот эту систему интернационализации отдельную. Так вот, мы выбираем какой-нибудь язык. Да, менюшка создания нового языка выглядит достаточно просто. Вы можете выбрать либо язык родитель, либо сказать, что это корневой язык, который один из главных. Если вы выбираете родительский язык, это означает, что, вот видите, здесь написано русский язык, несуществующий язык, шорский, видимо, диалект. Вот если я создам сейчас с родительским языком несуществующий язык, что-нибудь, оно попадет после языка шорский. Соответственно, после чего нужно забить название, и вот здесь как раз предлагают, если у вас активная локаль, там, английская, он здесь покажет английский, если русская, покажет русский. Вы можете забить название на одном языке, потом на другом языке, потом на третьем языке, потом на четвертом языке, ну, в общем, пока вам не надоест, или пока языки не кончатся. Сейчас создавать не буду, потому что, в общем-то, незачем. Итак, мы импортируем словарь несуществующего языка, и первое, что мы сделали, это выбрали язык, второе, что мы делаем, это откуда его импортировать. Вот здесь вот есть выпадающее меню, на которое нужно нажать, тогда вы увидите, какие файлы в систему вы заливали. В моем случае я заливал вот эти два файла. На самом деле, это один и тот же файл, мы за этим не следим. Ну, мы можем выбрать какой-нибудь из них, вот этот, например. И из этого файла, поскольку мы эти данные собирали при создании словаря, вы увидите, что сразу же автоматически заполняется русскоязычное название словаря. Первый лингвадок существует только в русскоязычной редакции, поэтому это достаточно логично. После чего можно дополнить название, ну, во-первых, можно это название изменить. Во-вторых, можно точно таким же образом добавить название этого словаря для всех языков, которые у нас в системе прямо сейчас зарегистрированы. И следующим шагом вы нажимаете кнопку «Дальше». Вы увидите вот такое уведомление, которое говорит о том, что ваше задание принято. И через какое-то время появится вот такая вот штука в разделе «Таскс». Там показывается статус исполнения заданий. Когда это задание достигает 100%, можно перезагрузить вот, собственно, эту вкладку «Ваши словари» и словарь появится. Если что-то пошло не так, то здесь будет написано не «finished», а «failed». Но мы стараемся делать так, чтобы это происходило пореже. И, собственно, вот словарь, который я только что создал. Словарь собой представляет набор зависимых между собой слоев, между которыми есть ссылки. Здесь мы при импорте словарей из старой системы дублируем структуру, которая была задана в старой системе с некоторыми поправками. Во-первых, в старой системе, когда вы задавали парадигмы, парадигмы были явно зависимыми сущностями. В данном случае парадигмы и лексические входы являются сущностями равнозначными. То есть они находятся на одном уровне, и более того, у вас есть двусторонняя система ссылок. Если раньше у вас в лексических входах было множество парадигм, и если вдруг в парадигму входило бы некоторое множество лексических входов, вам пришлось бы дублировать эту парадигму в каждом лексическом входе, где она использовалась. В данном случае это не так. У вас есть некоторая система двусторонних ссылок, где парадигма может ссылаться на неограниченное количество лексических входов соседнего слоя, что позволяет... Потом покажу, что делать. Когда ваш словарь импортировался, вы видите, что у него проставляется статус work in progress. Вот он. Пока вы владелец словаря, вы, в принципе, можете изменить статус словаря на какой-нибудь другой. Статусы здесь такие. Work in progress фактически означает, что вы сейчас что-то с ним делаете, и вы видите только вы и ваши совместные редакторы и паблишеры. Если вы проставляете статус published, то словарь отображается на главной странице. Важный момент. Для этого, вообще говоря, нужно проставить не один статус, а все три, потому что отображается только то, где этот статус поставлен. И если у словаря не поставлен статус published, а у слоев этот статус проставлен, он тоже не отображается, потому что словарь – более главная структура. Статус limited access – это как раз тот самый демонстрационный доступ, который иногда нужен. Он позволяет, с одной стороны, показать ваш словарь на главной странице, а с другой стороны, люди, которые будут заходить в него и не имеют к нему прямого доступа, который вы ему сами выдали, будут видеть только первые 20 лексических входов. Это, собственно, первая страница. А на всех следующих будет предупреждение о том, что это словарь с ограниченным доступом, попросите доступ у автора. И есть статус hidden. Это статус почему-то исторически используется для не очень нужных словарей, хотя на самом деле отдельно отмечу, что словари можно удалять. Вот так вот. Выпадающая менюшка слева, кнопка remove dictionary. Так вот, давайте зайдем в словарь. Как с ним вообще работать? Ну, прежде всего, стоит посмотреть, что там с редакторским интерфейсом. Поскольку это все тот же файл, который был тогда, он пустой. То есть здесь вообще ничего не было. Кнопка, вот этот большой плюсик рядом с надписью merge, сейчас неактивный, создает новую строчку в вашем вот этом слое. Каждый маленький плюсик в ячейках, вот я сейчас на них указываю, создает новые элементы в ячейке. Как я уже говорил, их может быть неограниченно много. Ну, давайте немного позабиваем словам. Ну, в общем, идея понятная. Именно вот это я называл в самом начале версией. Вот я, например, редактор А, и я написал первоначальную запись слова. Я редактор Б, я подумал, что слово, ну, или транскрипции, неважно что, пишется иначе. Написал свою версию. Каждый из нас может удалить слово друг друга. Вот, собственно, здесь есть кнопка крестик, чтобы удалять. Я даже ей воспользуюсь. Слово исчезло. И здесь есть кнопочка карандаш, которая позволяет редактировать непосредственно само слово, если вы вдруг случайно, например, опечатались. С текстовыми полями все, в общем-то, работает одинаково. Кроме того, здесь, в этой базовой структуре, которая получается при импорте, у вас также есть возможность подключать неограниченное количество звуков и звуков с разметкой. Разметку просто так в базовой структуре добавить нельзя. Хотя можно создать собственную структуру, где, например, никаких звуков не будет вообще, а будут, например, только разметки. Разметки поддерживаются в форматах Pratt и Dilan, он же Eaf. Давайте добавим звук. Когда мы нажимаем на плюсик, система предлагает нам выбрать файл для загрузки. Можно либо нажать на эту кнопку и выбрать файл, либо перетащить файл так, чтобы он попадал на вот эту надпись. Выберите файл, тогда, в общем, он просто зальется. Под перетаскиванием я имею в виду, вот берете файл и тащите. Но поскольку я не знаю, откуда вы перетаскиваете, я сейчас поищу, что здесь есть. Поддерживаются аудиофайлы в форматах MP3, WAV и, возможно, OGG, но вот тут я не совсем уверен, потому что он у вас может не проигрываться. Кроме того, пока я ищу файл, отдельно отмечу, что данная система ни в коем случае не работает с интернет-эксплорером. То есть, вот в Windows 10 появился новый браузер, который называется Adge. Он работает. Ни в одной версии интернет-эксплорера полной корректности вы не добьетесь. Что-нибудь будет сломано. Это не случайность, но рассказывать, почему так получилось, я не буду. Так вот, наш звук залился. Сэн, курай, Сэн. О, Господи, надо как-то... Сейчас, я могу вообще на это повлиять? Наш звук залился. Сэн, курай, Сэн, курай, Сэн, курай. Наш звук залился, его можно проиграть. Да, сейчас я выровняю громкость, чтобы вам больше по ушам не било. Сэн, курай, Сэн, курай, Сэн, курай. Так, вроде нормально. Собственно, ваш звук проигрывается. Вы видите сверху отображение его вейформы и спектрограмму. Цветовую схему спектрограммы мы, видимо, скоро опять вернем к черно-белой, потому что все привыкли, видимо, к проату. В любом случае, давайте теперь зальем к этому звуку разметку. А, давайте зальем другой звуковой файл, например. У меня просто звуковой файл с разметкой был в другом месте, я один. Здесь уже этого ограничения нет. Звуковой файл может называться как угодно. Файл разметки тоже может называться как угодно. Мы залили, собственно, звук, и под кнопкой play появилась вот такая ветвистая штука, которая говорит о том, что можно туда залить файл разметки. Один или несколько. Естественно, по очереди. Я сейчас даже один и тот же залью по очереди несколько раз, чтобы было понятно, как это выглядит. Вот. Сейчас у нас получилось, что здесь есть звук и звук с двумя разметками. Если вы нажмете здесь на play, вы опять же увидите то же самое. У вас построится постепенно спектрограмма в зависимости от скорости вашего компьютера либо мгновенно, либо вот как здесь. и вы можете нажать на кнопку markup. Markup – это и есть разметка. И вам покажется вот такое окно. Здесь очень короткий звук, и мы пока не придумали, как автоматически масштабировать под размер окна содержимое разметки. Но здесь интерфейс, в общем-то, выглядит точно так же, как это выглядело бы в Ялане. И, соответственно, во-первых, вот мы приблизили все это дело и увидели, что на данной разметке два интервала. Раз и два. Во-вторых, мы точно так же можем проиграть этот звук. В-третьих, мы можем нажать галочку и нарисуется спектрограмма. Кроме того, мы можем нажать другую галочку, draw a timeline, и покажется линейка со временем. Но это актуально только для длинных разметок, потому что здесь шаг примерно секунды. И здесь есть кнопка, вот, собственно, вы видите, здесь есть разметка с интервалами, слой с интервалами. Опять же, мы показываем все слои, просто в этой разметке слой один, который называется Mary. По названиям слоев ниже появляются кнопки. Вот Mary, top level. И если нажать на эту кнопку, можно увидеть, что показывается табличка. И напротив строк таблички есть по кнопке play, которая позволяет проиграть конкретный отрезок. Не знаю, насколько это вообще хорошо работает, но похоже на правду. К кнопке convert to dictionary мы вернемся позже. В базовом случае, если я ее нажму сейчас, мне, скорее всего, да, скажут, что conversion is not available, потому что данная разметка вообще никак не соответствует тому формату, который мы понимаем для превращения в словарь. Кроме того, здесь есть кнопка etymology, которая позволяет вам связывать ваши слова с другими словами в системе, в словарях, которые вам доступны, или в словарях, которые опубликованы. Давайте попробуем, как это сделать. Про тонкости добавления из чужих словарей я чуть-чуть позже расскажу. По сути, как я уже говорил, если вы сейчас добавите здесь связь с кем-нибудь при помощи кнопки connect, эта связь не появится сразу. То есть вы увидите, что вы попытались связать это слово, но пока автор того словаря не одобрит эту связь, ничего не произойдет. Нужно ждать, пока человек обратит внимание на это. Или попросить доступ и одобрить эту связь самостоятельно. Если у вас не было доступа ранее, если у вас заранее был доступ к этому словарю, то слово попадет в etymology и того, и другого входа. Вот мы, например, связываем вот с этим словом. Оно связалось и попало в список снизу. Почему так сделано? Нас так буквально попросили. То есть сверху у нас есть список того, чего можно добавлять. Из этого списка то слово исчезло. Но оно появляется в нижней секции, где перечисляются как раз уже связанные слова. И важный момент заключается в том, что если слово было с кем-то уже связано, появляется вся группа слов, с которым было связано то слово. Также здесь есть механизм так называемых двунаправленных ссылок, который автоматически настраивается на второй слой, который вот здесь автоматически был создан. Сейчас я перейду в тот слой. Собственно, мы только что были в слое lexical and rise. Сейчас я зайду в парадигмы и добавлю туда что-нибудь, чтобы было понятно, как туда добавлять что-нибудь. Здесь почти та же самая структура. И, соответственно, мы добавляем какую-нибудь запись. Так, оно появилось здесь. Теперь мы его здесь можем увидеть. Здесь показывается список связанных слов, на которые вы поставили ссылки. Это направленные ссылки. А здесь показывается список слов, которые вы можете связать. То есть, по факту, здесь перечисляются все слова из слоя парадигм. Если зайти в точно такую же кнопку слоя парадигм, вы увидите слова из слоя lexical and rise. Если нажать кнопку add, соответственно, создастся вот такая связь и будет ссылка из этого слова на то. Дальше. Второй режим по простоте заливки старых словарей это режим обновления. То есть, вот мы опять идем в create dictionary и выбираем на этот раз третий пункт. Update dictionary. Здесь вам уже, естественно, не нужно выбирать ни язык, ни переназывать что-то, потому что вы обновляете уже существующий в системе словарь. Но вам нужно выбрать файл, при помощи которого нужно этот словарь обновить. Ну, в общем, это работает достаточно понятным образом. Здесь есть очень важная оговорка. Обновление работает только в том случае, если вы после работы со словарем в системе не изменяли те поля, которые были созданы автоматически. То есть, если у вас здесь есть поля вот такие вот, ну, я имею в виду колонки, если вы удалите хотя бы одну из них в режиме конфигурации словаря, о котором я буду дальше рассказывать, обновление не произойдет. Это совершенно нормально, потому что в этом случае у вас здесь меньше данных, чем в той модели данных, из которой вы импортируете данные. Так вот, мы выбираем словарь. И здесь нам нужно вбить кусочек названия словаря, который мы хотим обновить. Ну вот. И здесь опять же показывается дата создания словаря. Вот я вижу свой словарь. Демонстрационный словарь для лекции. Когда я нажимаю на него, слева появляется галочка, которая означает, что я выбрал именно этот словарь. Далее я нажимаю кнопку Next и появляется такое же окно, которое говорит о том, что сейчас что-нибудь произойдет. В Tasks появилось второе задание. И оно уже успело закончиться, потому что, естественно, словарь микроскопический и пустой вообще. Когда здесь копится очень много заданий, это как бы очень неудобно отслеживать. Поэтому я очень рекомендую для завершенных успешных заданий нажимать крестик. И тогда они будут исчезать из этого списка и счетчик обнулиться. И здесь мы не увидим сейчас никакого обновления, но, в общем, понятно, как это устроено. Поехали дальше. Теперь третий режим. Самый сложный. Нет, его я, наверное, отложу на третью пару, потому что сейчас я сначала хочу рассказать то, чем вы точно будете пользоваться. Теперь перейдем к функциональности с корпусами. Что собой вообще представляют корпуса? Корпуса, на самом деле, это абсолютно те же самые словари, где просто другая структура таблицы. Мы подразумеваем под корпусом коллекцию текстов, относящихся к корпусу. Вот вчера на семинаре мы, например, делали… А, это не тот аккаунт, но неважно, здесь тоже делали. Сюда я заливал вот тот самый пример, который я только что показывал вам на предыдущей паре, как делать вообще корпуса для системы. Я потом залью сюда что-нибудь еще. Так вот, как создавать корпуса? Вы видите в дэшборде кнопку Create Corpus или в разделе My Corpura, вот я сейчас в нем нахожусь, кнопку Create Corpus. Да, кнопки My Corpura и Available Corpura обозначают ровно то же самое, что и в разделе со словарями. Здесь только ваши корпуса, а здесь те корпуса, где с вами поделились доступом. Итак, мы нажимаем кнопку Create Corpus и видим очень похожую менюшку на то, что мы видели ранее, только без предложения выбрать файл. Мы опять выбираем язык, к которому относится корпус. Выбираем опять, например, все тот же самый язык и называем его как... Ну, у нас уже этот корпус был, поэтому возьму его же. Хантыйская Библия. Далее вы нажимаете кнопку Next и появляется окно. Вот это как раз сложная часть, о которой я буду рассказывать про словари. Здесь она очень простая, потому что здесь все задано заранее. Вы нажимаете кнопку плюсик и вам вываливается заранее заготовленная структуру для корпуса. На этапе создания ее отредактировать нельзя, однако можно будет отредактировать ее впоследствии, если вы захотите добавить, например, какие-нибудь колонки. Вам необходимо как-то назвать тот слой, в котором будут храниться ваши тексты. Ну, например, тексты. Вы можете использовать эти слои, в том числе еще, кстати, для того, чтобы разбивать, например, все на главы. То есть в одном слое хранить первую главу, в другом вторую, в третьем третью. Как слои создавать, потом тоже отдельно покажу. Так, да, мы называем эту штуку как-нибудь. Добавляем перевод на английский и нажимаем финиш. После чего ваш корпус через некоторое время появится в вашей панели управления. Так, ну, собственно, он пустой пока что. Сейчас мы его будем наполнять. Мы переходим опять в режим редактора. И здесь схема точно такая же. Большая кнопка добавляет строчки, маленькие кнопки добавляют ячейки. Важный момент исключается в том, что это универсальная структура для корпуса. И как бы у вас есть корпуса памятники, где нет звуков, есть корпуса с аудиозаписями, где у вас прилагается какой-нибудь аудиофайл. Или много аудиофайлов и много разметок. Очень редко бывает ситуация, когда вам нужна и эта колонка, и эта колонка. В левой колонке здесь вбиваются те корпуса, у которых есть звуки. В средней колонке вбиваются корпуса, у которых звука нет. Начнем, ну, давайте начнем с того, что вот у нас нет звука. Мы нажимаем точно так же кнопку плюсик, выбираем файл, который мы хотим залить. И заливаем его. Так, я не тот файл залил, секунду. Вот этот. Поскольку я вам рекомендовал разбивать название файлов и обозначать в них, какой участок там лежит, обозначим его и здесь. Там было написано, что это предложение с 1 по 34. Создадим новую строчку. Это важный момент, потому что, если вы создадите много элементов внутри одной ячейки, то есть начнете продолжать, будете продолжать, например, создавать разметки вот в этой ячейке, вы никогда в жизни потом не узнаете, какая из разметок в каком порядке идет. Потому что здесь внутри ячейки никакой сортировки не предусмотрено. И на то есть причины, о которых особо пытливому вам могу потом рассказать. Однако под каждую новую разметку, под каждый новый участок рекомендуют создавать новую строчку. Снова нажимаем плюсик, нажимаем маленький плюсик, добавляем следующий файл и говорим это, предложение 35-80. И добавляем, например, третий. Ну, в целом здесь, естественно, никакого ограничения нету. Мы тестировались на нескольких десятках тысяч, ничего при этом особенного не происходило. Так, здесь я не посмотрел, какое-то было, но, скорее всего, это было 81-45. Спасибо. Итак, вот у нас все залилось. Если мы обновим страничку, то, в общем, мы увидим, что они пойдут в правильном порядке. Единственное, что нужно иметь в виду, сортировка происходит в лексикографическом порядке, то есть без учета чисел, поскольку это текстовое поле. То есть, если бы здесь, например, было 135, в следующем было бы 135, а не 35. С этим, в общем-то, справиться тяжеловато, потому что здесь все-таки текст. А тексты сортируются именно этим способом. Но именно для этого вам и нужны комментарии, чтобы понимать, что где. Мы открываем разметку, и сейчас начинается одна из самых важных частей. Нам необходимо отконвертировать эту разметку в словарь. Как видите, на этот раз в данной ЕЛАН-разметке 5 слоев, ровно те, которые в ней должны быть, и ровно в том порядке, в котором они перечислены. Здесь не рисуются красивые дерева, хотя, наверное, будет в какой-то момент, как в ЕЛАНе взаимосвязи слоев. Однако, чуть ниже непосредственно текста, вы видите название слоев, а в скобках написан тип связи. Я вам это рассказывал, ну, так, на пальцах, формально вы можете посмотреть название связей, что они означают и как они работают, в руководстве ЕЛАН, которое доступно на сайте ЕЛАНа, на английском языке, там просто на главной висит, или на русском языке, я потом вам пришлю. Хотя у них тоже где-то в закромах можно поискать и найти. И здесь то же самое. Вы, опять же, можете посмотреть это в виде таблички и свериться, что времена проставлены правильно. Ну, это в случае, если все со звуком. Или если вы, например, хотите что-нибудь скопировать. Тоже очень удобно может быть. В любом случае, главная кнопка здесь – это Convert to Dictionary. Конвертация в словарь существует также в двух режимах. Режим первый – это создание нового словаря. Режим второй – это обновление существующего словаря. Режим обновления существующего словаря – максимально удобная и полезная вещь, потому что чем полнее ваш словарь, тем лучше. Чем больше текстов из того же самого диалекта вы закидываете в словарь, тем полнее становится словарь. Ну, в общем-то, очевидно. Итак, мы снова выбираем мой любимый несуществующий язык и называем его, например, хантыйский словарь из корпуса. Это русское название. Мне сейчас лень вбивать английское. Или не лень. Ладно. И мы нажимаем кнопку «Конверт». Как видите, создание нового словаря – достаточно простая штука. Вам выдастся опять уведомление, что процесс конвертации начался и вернет вас к разметке. Вы можете посмотреть на нее еще, можете закрыть. Процесс конвертации не всегда быстрый. Если там был медиафайл, мы нарезаем его на мелкие кусочки, поэтому это действительно может занимать долгое. Тем не менее, прогресс все еще отображается у вас в пенюшке «Таскс». И вы можете вполне легко наблюдать за тем, что там происходит. Вот сейчас процесс идет на восьмом из десяти шагов и закончилось уже 60% от всего в целом. Все. Все закончилось. Здесь такие скачки происходят из-за того, что статуса мы проверяем раз в три секунды. А множество процессов заканчивается быстрее. Перейдем в наши словари и увидим, что этот словарь действительно там появился. И как он выглядит вот сейчас. Да, действительно наш словарь на месте. Вот он. У нас опять появилось два слоя. Это лексические входы и парадигмы. Можем зайти в него и посмотреть. Ну, собственно, у нас набралось 15 страниц по 20 слов на странице. Ну, в целом, уже не так мало, но хотелось бы побольше. Давайте теперь посмотрим на процесс обновления. Вернемся к нашему корпусу и возьмем вторую разметку. Тыкаем кнопку «Markup». Сейчас через какое-то время появится разметка. Ну, собственно, сейчас как раз вы можете наблюдать проблему отрисовки, о которой я недавно говорил. Процесс этот может на пользовательском компьютере занимать довольно долгое время. Но с этой проблемой мы уже научились бороться. Или я все-таки на нее не нажал? Минуточку. Так, у меня там что-то упало. Вот что. Ну, ладно, давайте третью попробуем. Я, скорее всего, не тот файл залил. В качестве второй разметки. Скорее всего, я туда залил не разметку, а файл копию какую-нибудь дам. В общем, да, если вы ошибаетесь, выбираете не тот файл, вот вчера я видел, как кто-то залил в качестве разметки, например, файл с расширением .exe, то по клику на него ничего не происходит. Мы… у нас гигантские проблемы с тем, чтобы отображать, что именно за ошибка у вас произошла, к сожалению. И, опять же, в том числе для этого мы сейчас делаем немного новый движок. Итак. Да, можно. Сейчас, ладно, откатимся на секунду назад. Вот, смотрите, я ошибся и залил сюда не тот файл. На самом деле я могу его просто удалить вот этим крестиком, нажать плюсик и залить правильный. Вот, я думаю, что да, вот этот. Ну, я не говорю, это была запасная копия. Это понятно, потому что здесь 4 килобейта, а здесь 649. Ну, это не запасная копия, там метаданные хранятся. Ладно, залили правильный корпус, нажали на кнопку, и сейчас будем обновлять тот словарь, который мы только что создавали. Да, на этот раз все правильно. Мы нажимаем кнопку Convert to Dictionary. И на этот раз выбираем второй пункт. Update Existing Dictionary. И в данном случае, как и при обновлении обычных словарей, нам нужно вбить кусочек названия. Вот. Мы вбили пару букв, и он нашел. Хантыйский словарь из корпуса. Поставили галочку, нажали кнопку Convert. Опять же, важное замечание. В принципе, можно запускать несколько процессов конвертации абсолютно безболезненно, они будут работать параллельно. В случае, если вы запускаете процессы обновления, то они будут работать последовательно, поэтому никакого выигрыша в производительности вы не получите. И более того, скорее всего, оно будет работать даже медленнее, чем если бы вы запустили их, дождавшись окончания задания. Вот. Как мы видим, наш тот словарь сейчас обновляется. Когда он обновится, мы поставим конвертировать еще и третий корпус, и я покажу, что с этим делать дальше. закончилось первое обновление. И давайте зальем последний кусочек. То же самое. Нажимаем Convert to Dictionary, выбираем второй пункт Update Existing, выбираем словарь, для которого мы собираемся совершить обновление, и нажимаем кнопку Convert. И ждем. Да, еще одно важное замечание. Во время обновления словарей, любых, и таким способом, и первым способом, очень не рекомендуется что-то делать со словарем. Ничего суперопасного, конечно, не произойдет, но могут добавиться лишние данные, может потеряться кое-какая информация об авторстве записей, если вы удалите что-то сильно зависящее от всего остального. В общем, пока конвертируется, лучше словарь не трогать. На самом деле, нам не удавалось ничего ломать, но в теории я знаю, что это возможно. Как минимум, это точно мешает процессу поиска дословных дубликатов. поэтому я уверен вообще на все стою. Пока он заливается, я покажу, как вообще закидывать корпуса, в которых есть звуки. У нас, опять же, есть большая кнопка плюсик, мы добавляем новую строчку, только на этот раз будем заливать в левую колонку. Если вы добавили случайно лишнюю строчку, не переживайте. Во-первых, если вы в нее ничего не напишете, она просто исчезнет после перезагрузки. В данном случае, если перезагрузка, обе исчезнут. Во-вторых, справа есть кнопка крестик, которая удаляет лишнюю строчку. Но я не знаю, она работает или нет, потому что мы еще туда ничего не написали. Она работает для тех сущностей, которые мы все-таки немного заполнили, потому что пока мы сюда ничего не вбили, на самом деле мы вообще ничего не создали. Так вот, мы нажимаем кнопку плюсик в колонке саунд, выбираем звуковой файл, который будет звуковым файлом для корпуса. Я сейчас выберу более-менее произвольный файл. Но можем, на самом деле, выбрать все ту же пару звукоразметки, которые я все это время использую. Мы заливаем вот это. У нас точно так же, как в словаре, появляется здесь древовидное ответвление, и мы можем залить к этой штуке разметку. Будь то текст грид, будь то елана. И она будет точно так же, как и везде, отображаться. Если бы я залил елановскую разметку, то, что я вам показывал до этого, вы бы увидели здесь пять слоев. Но сейчас мы видим один. И здесь точно так же сработала бы кнопка конверт to dictionary только media-файл использовался бы в качестве данных для нарезки. Но это я вообще демонстрировать не буду, потому что процесс нарезки звука действительно может быть очень долгим. Итак, я думаю, у нас уже закончило конвертироваться все. И теперь наш словарь состоит уже не из 15 страниц, если я правильно запомнил, а из давайте посмотрим скольки. а из 42-х. Как видите, словарь увеличился. Однако это далеко не конец. Дело в том, что дело в том, что так, я заметил одну маленькую ошибку, надо не забыть. Дело в том, что здесь не очень четкая проверка дубликатов на этом этапе. И вы можете увидеть места вот примерно такого толка. Во-первых, обращу внимание на то, что очень часто вы будете видеть лексические входы, где нету ни слова, ни транскрипции. Это абсолютно нормально, так сделано специально, потому что не во всех текстах используются слова в своей оригинальной форме. Если слово встречается только в какой-то измененной форме, там, не знаю, в прошлом и больше ни в каком виде не используется, мы оставляем в лексических входах некоторый якорь, типа добавь, пожалуйста, потом обычную форму. В зависимости от порядка, в котором происходит конвертация, то есть, если в первом тексте это слово не встречалось и мы создали этот якорь, а во втором оно встретилось явным образом, вы как раз увидите вот такую ситуацию. Если бы мы конвертировали их в обратном порядке, то вот этой пустой записи Авраам не было бы, но наверняка были бы другие места, где это произошло бы. Это к вопросу о том, почему мы не можем это автоматически определить. Здесь операция конвертации не коммутативна в математическом смысле этого слова. Однако с подобными местами очень легко бороться. Вот обратите внимание на пункт 5, который находится слева, называется он Merge Suggestions, что в точности означает предложение для слияний. И когда вы переходите в этот раздел, вы увидите, что он предлагает вам выбрать один из двух алгоритмов. Первый алгоритм простой. Он простой в том смысле, что вам просто нужно нажать на кнопку посчитай, пожалуйста, нам предложение о слиянии. вы нажимаете на кнопку и он при помощи специально подобранных коэффициентов должен работать в достаточно неплохом количестве случаев. Однако это не идеально точная штука, она могла что-то пропустить и она могла где-то что-то напутать. Поэтому вам необходимо после того, как она вернула вам результаты, строго обязательно посмотреть на все эти результаты глазами. Места, которые выглядят вот так. А, нет, это плохой пример. Короче, у нас нет способности распознавать регистр. Точнее, даже не так. Мы отлично умеем понимать, что это одна и та же буква, маленькая и большая, но мы не можем понимать сами, что имелось в виду, какая из них правильная. Потому что, например, имена всегда пишутся с большим буквы, я так понимаю, везде, а в корпусах встречаются еще и просто начало предложений, где первое слово начинается с большими буквами. В общем, мы полностью это игнорируем и вносим это как разные записи. Так вот, вам нужно посмотреть результаты работы алгоритма и проверить, все ли правда. Смотрим, смотрим, смотрим. Ну, в общем, когда я в последний раз показывал это, здесь алгоритм угадал, по-моему, везде. Обратите внимание, что внизу есть переключалка страниц. Иногда совпадений настолько много, что они очень сильно разрывают экран, поэтому мы разбиваем это просто на странички. Не забывайте отлистать их все, иначе может быть беда. Вы не проверите, какое-нибудь слияние, оно возьмет и захватит в себя все на свете. Итак, перешли на вторую страницу, тоже все похоже на правду, похоже на правду, похоже на правду. Проверили вторую страницу, проверяем третью. Обратите внимание, что это довольно мощное средство поиска ошибок и опечаток, потому что бывают, например, вот такие ситуации. Я не знаю, ошибка, опечатка это или так и должно быть, то есть может быть, на самом деле, это два разных входа, однако глазами, когда пишешь корпус в Ялане, очень тяжело отслеживать написание одного и того же элемента, особенно если в прошлый раз слово упоминалось 40 предложений назад. Вот, например, еще одна такая же ситуация. Опять не знаю, правда это или нет. И вот здесь, например. Но, в общем, на самом деле, я еще не видел, ну, я видел всего пару корпусов, из которых получались словари без дубликатов, которые мы бы вот так находили. Что дальше? Мы, на самом деле, если все проверили, мы можем выделить вообще все на одной странице, вот эта кнопка, можем выделить все элементы на всех страницах, ну, или можем просто руками пометить те, кого мы хотим слить воедино. Если у вас какой-то из вариантов, например, правильный, представим себе, что здесь где-нибудь три строки, да, вот здесь, и она, ну, вы собирались ее слить, но один из них на самом деле не подходит. То есть вот эти две штуки одно и то же, а это нет. Просто снимаете с нее галочку, воедино сольются только эти две. Тут, в общем-то, все понятно. Но здесь все вроде как правда. мы выделяем все на всех страницах и спускаемся вниз, чтобы нажать на кнопку устранить как раз дубликаты на всех страницах. После чего система немного подумает и судя по количеству, скорее всего, там уменьшится количество страниц в словаре. Это, кстати, также ответ на часто задаваемый вопрос, как так получается, что статистика в Ялане говорит не то же самое, что говорит статистика в системе. Дело в том, что после устранения дубликатов у вас действительно уменьшается фактически набранный материал. Но как бы он уменьшается и становится лучше. Поэтому в общем это правильно. когда он закончит, я расскажу про сложный режим совсем вкратце. Собственно, кроме простого режима, ну я потом покажу, что получилось в результате, и мы просто походим по словарю и покажу, как устранить ненайденные нами ошибки. Кроме простого режима у нас существует сложный режим с выделением полей. Это нужно зачастую, если у вас есть не все колонки в словаре, например, или если у вас немного иначе устроена запись, например, переводов. Вы их пишете не через знаки припинания, а через знаки вертикальной палки. Ну, некоторые, кстати, так и делают. Мы позволяем здесь вам выбрать неограниченное количество полей из данного слоя. еще одно поле добавляет кнопка плюсик, выбираем уже не колонку Word, а колонку Translation. Дальше мы говорим, что вообще делать с содержимым колонки. Мы можем разбивать содержимое колонки по white space, то есть по пробелам, табуляциям, или и разбивать по пунктационным знакам, то есть запятым точкам, запятым точкам и так далее. И при разбиении получать не одно слово, а несколько. Это актуально для переводов полученных, например, старой системы, потому что там бывали ситуации, когда люди писали бабушка, бабуля, бабуленька, там все через запятую. Но по факту это как бы три разных перевода в концепции этой системы. Иногда это бесполезно. в записи Word, например, ничего разбивать не надо, потому что это вроде как цельная запись, которую нельзя трогать. Сейчас мы, скорее всего, ничего не найдем. Дальше задается некоторый порог срабатывания. Что считать единой сущностью? По факту там составляются группы связности с некоторыми коэффициентами похожести. Вот как только коэффициент переваливает за 0,1, мы начинаем подозревать, что что-то с ними не так. Можем поставить более жесткий порог, можем ослабить порог. Коэффициенты, которые используются в простом алгоритме, они, в общем, подобраны правильно, колонки подобраны правильно. Там в простом алгоритме еще тоже можно поменять вот этот порог, по которому мы считаем что к чему. И здесь у каждой колонки можно задать фактически что мы считаем одинаковым. Мы хотели сделать дополнительные функции сравнения. Пока сейчас там есть только расстояние Левенштейна между записями. Если там написано 0, это значит что слова в двух ячейках должны быть строго идентичны, чтобы мы подумали, что это одно и то же. Если там будет положительное число, я думаю, вы все знаете, что такое расстояние Левенштейна. и считается все это в довольно сложной формуле, которую я не помню и тем более не буду рассказывать. Но смеха ради можем попробовать посчитать, что он найдет вот так. Моя ставка что ничего, потому что мы уже вычистили то, что было простым алгоритмом и пока он думает, я пока покажу, что у нас получилось после выстранения этих публикатов. Зайдем опять в наш этот словарь. Я просто знаю, что там осталось несколько ошибок, я сейчас покажу, как их лечить. Во-первых, мы никаким образом, как раз простым алгоритмом не можем засекать вот такие места, потому что, ну а как понять, слишком мало данных на самом деле, потому что здесь просто мог быть случайный якорь чего-нибудь еще. Что нам делать с этим? на самом деле это явно совершенно один и тот же лексический вход. Мы можем взять и кликнуть на галочки напротив этих лексических входов и нажать кнопку merge, которая как раз находится рядом с плюсиком, если что-то выделено в этой левой колонке с галочками, она становится активной. И наши эти слова сливаются. Они могут переместиться в рамках этой страницы, но если перезагрузить страницу, они попадут сюда же. Они никуда не исчезают на самом деле. Вот она. Только что у нас была строчка, где было написано an, 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 и вот здесь была ровно одна ссылка на использование, и была вторая строчка, где была только neg, и еще одна ссылка на использование. Теперь у нас одна строчка an, an, neg, и две ссылки на использование, и более того, обе эти ссылки указывают на один и тот же neg обратно. Соответственно, это было neg множественное число, и вот было использование в предложении. Собственно, зачем это все как раз надо? Чтобы устраивать двусторонние ссылки в том числе. Второй бонус, который вы получаете при превращении вот в такие словари, эти словари можно теперь размечать этимологиями, что полностью недоступно в корпусах. Ну, в общем, все понятно. Да, что получается в результате работы алгоритма? То есть, мы вроде как устранили дубликаты, то есть, уменьшили число лексических входов в словаре, но что получилось? Вот пример. Мы как раз выделяли одним из слов лексический вход белый-светлый, где была строчка новый-белый и была строчка, видимо, другой-новый-белый-светлый. Ну, собственно, совпадающие сущности не дублируются, вот осталась одна, осталась одна, а разные сущности становятся версиями, из которых уже нужно будет выбирать, что правда. Если вы сами точно знаете, что ошиблись в какой-то из них, удалите. Если вы не знаете, дождитесь редактора, редактор поправит. Да, 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 удаление делается крестиком, редактирование делается знаком карандаша. И, как я уже говорил, приятный бонус заключается в том, что у вас теперь здесь пять обратных ссылок вот на эту запись, а там было один, три и один. И их можно посмотреть. Раз, два, три, четыре, пять. Иногда эти использования не так очевидны, потому что дело в том, что когда вы составляли корпус, у вас был литературный перевод, оригинальная запись, и был как раз дословный перевод. Вот, если у вас дословный перевод светлый, а здесь вот, смотрите, я вот не вижу слова светлый здесь. Да, но он просто светит, но там ведь прилагатель, ну, окей, это вам виднее. Но смысл такой, что как раз для этого это все и нужно. так. И я бы предложил сделать перерыв, потому что мне как раз осталось рассказы, наверное, на полтора часа. И я дорасскажу как раз сначала самое интересное и самое необходимое, а потом пойду по вещам, которые кажутся интересными мне.